Международная акция «Сад памяти». В течение таких мероприятий ты нет да нет, все равно начинаешь еще раз вспоминать историю, исторические события, начинаешь чтить еще больше тех героев, которые отдали свою жизнь за защиту нашей Родины. Ну и, конечно же, они увидят плоды своего труда, труда, который они непосредственно сегодня, которым они занимались. Через какое-то время уже, то есть зарастут когда деревья, когда мы сможем их уже наяву увидеть, и вишни, и остальные саженцы, которые сегодня были посажены. Шелл покидает российский рынок. День рождения Института дизайна и пространственных искусств. 28 мая нам будет год, и мы решили не просто отметить одним днем наш праздник, а сделать такую череду мероприятий. Всем привет! В эфире «Универньюз» в студии Екатерина Губенко. В научной библиотеке имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета открылась выставка «Память великого подвига». На плакатах изображены военные события, воодушевляющие примеры героизма советских солдат на фронтах и свидетельство преступлений гитлеровского режима на оккупированных территориях. Выставка плакатов в читательском зале будет работать до 1 сентября. Великая Отечественная война – одно из самых трагических и тяжелейших испытаний в мировой истории. Казанский федеральный университет не понаслышке знает о непростом времени тех лет и поддержал международную акцию памяти погибшим «Сад памяти». 6 мая на территории общежития номер 4 студенческого городка прошла торжественная акция «Сад памяти», приуроченная к 77-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Мероприятие организовано Казанским федеральным университетом совместно с Департаментом по молодежной политике, студенческим городком и Координационным советом студенческих общественных организаций и объединений. Данное мероприятие несет патриотический характер, оно традиционное, началось с торжественных речей ведущих специалистов Казанского федерального университета. Студенты и преподаватели объединились с одной целью – сохранить память героев Великой Отечественной войны и увековечить ее для потомков. В течение таких мероприятий ты нет да нет все равно начинаешь еще раз вспоминать историю, исторические события, начинаешь чтить еще больше тех героев, которые отдали свою жизнь за защиту нашей Родины. Ну и конечно же они увидят плоды своего труда, труда, который они непосредственно сегодня, которым они занимались, через какое-то время уже, то есть зарастут когда деревья, когда мы сможем их уже наяву увидеть и вишни, и остальные саженцы, которые сегодня были посажены. Международная акция «Сад памяти» проводится не первый год. Впервые она была реализована на территории общежития Казанского университета под номером один. Студенты-участники, преподаватели и просто неравнодушные сотрудники университета высаживали деревья, тем самым выражали дань памяти героям-освободителям, которые защищали нашу Родину до последнего своего вздоха. Любое проявление таких акций, это и есть патриотическая направленность и патриотическое воспитание. Полагаю, что это очень благотворно влияет. И самое главное, ребята сами занимаются этим с удовольствием. На сегодняшний день мы здесь сажаем вишни, терн, черемуха. Цель проведения – создание зеленого памятника каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. На данный момент 85 регионов Российской Федерации и 15 различных стран по всему миру также принимают участие в акции «Сад памяти». Карина Саехова, Фаридзе Хитуглы, Универньюс. Одна из крупнейших мировых нефтегазовых компаний покидает российский рынок. Как это скажется на экономической ситуации в стране, узнаете в следующем сюжете. На протяжении нескольких месяцев британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell планировала полный отказ от сотрудничества с Россией. Все началось с закрытия контрактов по совместным проектам, среди которых числится «Сахалин-2» и «Северный поток-2». Минувшим днем сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что компания нашла покупателя для своей сети АЗС. По информации издания Forbes, вероятнее всего в сделке участвует компания «Лукойл». Безусловно, потеря партнеров по незаконченным проектам – это непозитивная новость для любой компании. Конечно, Shell – это не только деньги, которые вложены в проект, но и технологии, и определенные практики, которые могли бы быть позаимствованы и внедрены на нашей почве. Поэтому, конечно, уход Shell – это негативное событие. Эксперты отмечают, что отечественные компании обладают примерно теми же финансовыми и технологическими возможностями, что и Shell. На российской экономике продажи АЗС никак не скажется. Однако при этом высока вероятность возникновения серьезных проблем с качеством продукции. Уход такого крупного серьезного производителя приведет к некоторому снижению конкуренции. Да, это значит, что без конкуренции со стороны иностранных производителей действительно может возникнуть соблазн производить похуже. По принципу, все равно возьмут, все равно альтернативы нет. Потери от ухода Shell из России оцениваются примерно в 4 миллиарда долларов. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. В честь дня рождения Института дизайна и пространственных искусств в Музее Лобачевского открылась выставка достижений и основных направлений деятельности Института. 28 мая Институт дизайна и пространственных искусств отмечает день рождения. Череда праздничных мероприятий Института стартовала 5 мая с торжественного открытия выставки в Музее имени Лобачевского. Экспозиция в деталях показывает, чего достиг Институт за год своего существования в структуре Казанского федерального университета. 28 мая нам будет год. И мы решили не просто отметить одним днем наш праздник, а сделать такую череду мероприятий. Выставка состоит из четырех залов. Первый зал содержит в себе информацию о структуре Института. Во втором зале можно ознакомиться с проектной деятельностью преподавателей и студентов Института. В этом же месте можно узнать о мероприятиях, которые Институт организовывал на протяжении учебного года, и увидеть первые серьезные прототипы, подготовленные студентами. Центром экспозиции является третий зал. Здесь расположены курсовые проекты студентов с направления дизайн среды, коммуникативный дизайн, дизайн интерьера, а также небольшая коллекция декоративно-прикладного искусства. Подробнее о работах студентов во время торжественного открытия рассказали кураторы курсовых проектов и сами учащиеся. В четвертом зале представлены работы студентов с направления моушн-дизайн. Помимо этого, в коридорных пространствах музея выставлены планшеты с информацией об основных открытых лабораториях и школе искусств КФУ. Мы видим результат сотрудничества музеев и одного из структурных подразделений Казанского университета. Мы всегда говорили, что музей Лавачевского – самый молодой музей, но сейчас мы представляем самый молодой институт, а вернее, итоги работы за первый год существования этого института. Торжественное открытие выставки посетили временно исполняющие обязанности директора Дмитрия Таюрский, директора института в КФУ, преподавательский состав института, а также их коллеги из профессионального сообщества. Мы очень благодарны, который нас поддерживал весь этот период и создавал те условия, в которых мы могли развиваться. Выставка в музее Лавачевского лишь открывает череду мероприятий в честь юбилея Института дизайна и пространственных искусств. 14 и 15 мая на базе музея имени Лавачевского пройдут дни открытых дверей для абитуриентов и родителей. Также в стенах института планируется проводить праздничные мероприятия для студентов. Завершится ивент от ИДП 28 мая награждением активистов и праздничным концертом. Посетить выставку в музее имени Лавачевского также можно до 28 мая. Роберт Хасанов, Никита Акиньшев, Фарид Захитаглы, Универньюс. Исследования ученых, работавших в Казанском университете, привнесли большой вклад во времена Великой Отечественной войны. Об открытии Григория Ландсберга далее в сюжете. В годы Великой Отечественной войны в Казанском федеральном университете проводилось много научных исследований и открытий, значимых для победы. Одним из ученых, эвакуированных в Казань в военный период, стал советский физик Григорий Ландсберг. Он руководил разработкой новых методов спектрального анализа и использовал их для контроля качества плавок, легких и цветных сплавов на оборонных заводах. Зимой 1941 года были организованы оптические мастерские и налажено изготовление стелоскопов. Стелоскоп – прибор, предназначенный для быстрого визуального анализа различных сплавов металла. Принцип стелоскопа основан на испарении исследуемого металла в электрическом заряде и визуальном наблюдении спектра свечения паров. Простые и надежные стелоскопы позволяли проводить экспресс-анализы не только в заводских, но и в полевых условиях. Приборы оперативно передавались представителям оборонных заводов и фронтовых ремонтных частей Красной Армии. Всего во время войны до возобновления промышленного производства было изготовлено около ста приборов. Григорий Ландсберг привнес значимый вклад в науку и был награжден в Сталинской премии. Ирина Анорина, Универньюз. 9 мая на центральных улицах Казани состоится шествие Бессмертного полка. К традиционной акции, посвященной Дню Победы, присоединится и Казанский федеральный университет. С фотографиями дедушек и бабушек, родственников, преподавателей, студентов Казанского университета, отстоявших независимость Родины, пройдут студенты, сотрудники и преподаватели КФУ. Сбор участников акции Казанского федерального университета начнется в 15.00 перед КСК КФУ «ОНИКС». Колонна университета присоединится к городскому шествию Бессмертного полка в 16.00 на пересечении улиц Кремлевская и Лобачевского. На этом все. В студии была Екатерина Губенко. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!